Продолжение следует... Коллеги, еще раз здравствуйте. Мне очень приятно, что вы сегодня собрались для нашего общения. Меня зовут Екатерина Илюшина, я являюсь представителем компании Costa Cruises в России. Давайте попробуем сделать наш сегодня вебинар живым, поэтому, пожалуйста, задавайте любые вопросы, которые вас интересуют в чате, я их все вижу и постараюсь по ходу своей презентации отвечать возникший вопрос. Итак, сегодня мне хотелось бы рассказать вам о нашем новом круизном лайнере Costa Smeralda, который мы ожидаем в этом году. Я хотела бы рассказать вам о наших золотых лайнерах, которые у нас будут в 2019 году, и о новом проекте, который называется «Круиз плюс перелет» от компании Costa, а также напомнить вам о нашей распродаже, которая сейчас у нас уже началась и будет длиться в течение, где все экзотические зимние круизы мы сегодня предлагаем со скидкой 20%. Итак, давайте тогда начнем. Начнем, наверное, с того, что 2018 год был, как возможно вы уже знаете, нашим юбилейным. Мы отпраздновали 70-летие от Коста. Компания Costa, компания, которая творила круизную историю, продолжает ее творить. Надеюсь, что будет творить еще в очень длительном времени. Этот же год, 2019, также является годом очень важным для нашей компании, потому что в этом году мы спускаем на воду два круизных лайнера. Один из которых уже был спущен на воду в эти выходные, называется он «Коста Венеция». Красивейший, элегантнейший лайнер, который стилизован в миниатюрную Венецию. Этот лайнер сейчас отправился в круиз по Средиземному морю, однако уже буквально через неделю он отправится в свое путешествие до Токио через Индийский океан, в Токио, и по этот лайнер у нас уходит под управление бренда «Коста Азия». Напомню вам о том, что компания «Коста» владеет тремя брендами. Первый бренд – это «Коста Европа», бренд, под которым мы работаем, лайнеры, которые мы предлагаем для нашего рынка. Второй бренд – это бренд «Коста Азия». С 2006 года компания «Коста» работает на азиатском рынке, стала первой круизной компанией, которая открыла круглогодичные круизы в азиатском регионе для китайского рынка, и бренд «Коста Аида», известный бренд, который работает для немецкого рынка. Так вот, лайнер «Коста Венеция» у нас уже переходит под управление брендом «Коста Азия» и будет работать для азиатского рынка. А мы с вами ожидаем премьеру, новинку в этом году, лайнер «Коста Смиральда», который будет спущен на воду, церемония 3 ноября 2019 года. Буквально несколько слов о компании «Коста». Компания «Коста» входит в крупнейший круизный холдинг «Карнивал» с отдельным явлением. Головной офис компании находится в Генуе, в Италии. Лайнеры «Коста Групп» – единственные в мире круизные лайнеры, которые ходят под итальянским флагом. А это означает, что на территории наших лайнеров вы находитесь на территории Италии. И, естественно, все, что присуще Италии, все вы получите на борту наших круизных лайнеров. На сегодняшний момент компания «Коста» является крупнейшим туроператором Италии. И практически каждый второй гость из континентальных европейских рынков хотя бы один раз провел свой отдых на борту одного из лайнеров компании «Коста». Итак, с компанией «Коста» можно отправиться в следующее направление. Если мы говорим о лете, то это же Средиземное море. Самое популярное направление среди наших туристов. Так как, в принципе, Средиземное море для нас уже направление и изъеданное как таковое. Поэтому, когда мы отправляемся в круиз, допустим, в первый раз, конечно же, нам хотелось бы не получать стресса от того, что мы отправляемся не только в новый вид отдыха, но и в новое место. Поэтому большинство наших туристов с удовольствием выбирают Средиземное море для того, чтобы испробовать на себе, попробовать круизный ход. Вторым по популярности в летнее время направлением является Северная Европа. Мы предлагаем круизы из Санкт-Петербурга по столицам Балтики. Также у нас есть круизы по фьордам, круизы в Исландию. То есть вся Северная Европа – оперируется нашими круизными лайнерами. Круглогодичным направлением у нас является направление Япония. Наши лайнеры отправляются из Японии вокруг Японии. В этом году у нас будет один заход во Владивосток, где будет сделана посадка и высадка пассажиров. А в 2020 году мы планируем сделать уже четыре круиза, которые будут начинаться и оканчиваться во Владивостоке. То есть помимо порта Санкт-Петербург, мы планируем открыть порта Владивосток для наших туристов. Переходя к зимнему сезону, популярными направлениями компании являются круизы по Персидскому заливу из Дубая, либо из Абудаби, либо в 2020 году мы откроем посадку в Дохе. Круизы по Индийскому океану. Круизы различной продолжительности – 7-14 ночей также набирают большую популярность еще в том числе из-за того, что мы обеспечиваем русскоязычный сервис в данных направлениях. Карибы. Наши карибы не требуют открытия виз США заранее, поэтому мы можем отправиться по карибским основам не без американских виз. Круизы трансатлантические и круизы по Южной Америке. И наша компания, компания Коста, уже в течение многих лет осуществляет кругосветные путешествия. Один раз в год наш круизный лайнер, один из наших круизных лайнеров отправляется в кругосветное путешествие. Как правило, это происходит, начало этого круиза в январе. И на 110-112 дней наш лайнер отправляется в путешествие вокруг нашей Земли. Наши планы развития с этого года по 2001. Мы планируем ввести в операционную деятельность еще три круизных лайнера, помимо Коста Венеции, который уже ушел в свои круизы. Мы возвращаем в 2019 году лайнер Коста Фортуна, который также у нас был под брендом Коста Азия. Теперь он возвращается снова к нам под бренд Коста Фоппа и начинает свои круизы сначала по Юго-Восточной Азии из Сингапура, а потом переходит в Средиземное море и продолжает свои круизы из Генуи по Болярским островам. И маршрут этого лайнера будет достаточно интересен, хотя бы из-за того, что он имеет ночные стоянки, ночную стоянку в Пальма до Майорка и ночную стоянку на Ибице, где можно более детально, более подробно изучить вечернюю и ночную жизнь этих островов. Коста Венеция ушла у нас в наш первый круиз. Коста Смиральда ожидается 3 ноября. Коста Смиральда будет ходить по Средиземному морю, по самому популярному маршруту, заменив наш флагман, который сейчас находится на этом направлении, Коста Диадема. А Коста Диадема у нас уйдет на зиму в Персидский залив осуществлять круизы из Дубая, Абудаби и Дохи. Коста Смиральда присоединится к нашему проекту «Золотые лайнеры». Немножечко позже я более подробно остановлюсь на этом проекте, но забегая вперед, скажу, что «Золотые лайнеры» это те лайнеры, которые говорят по-русски, где мы увеличили русскоязычный сервис для наших туристов. Также и Коста Фортуна стала круглогодичным лайнером, «Золотым лайнером», который осуществляет расширенный русскоязычный сервис в Юго-Восточной Азии и в Средиземном море. В 2020 году мы ожидаем спуск на воду еще одного нашего круизного лайнера. Название ему пока что мы еще не дали, но он будет кораблем-близнецом нашей Коста Венеции. А в 2021 году мы спустим на воду корабль-близнец Коста Смиральда. Итак, теперь мы переходим к нашему лайнеру Коста Смиральда, о котором мне и хотелось бы рассказать вам сегодня подробнее. К сожалению, у нас еще нет реальных фотографий этого лайнера, потому что он находится еще в постройке, уже в завершающей стадии строительства, но у меня есть несколько 3D-фотографий, которые помогут нам с вами понять концепцию данного лайнера. Итак, Коста Смиральда – это первый из двух круизных лайнеров Коста Круизес, которые уже заказаны, которые будут работать на самом чистом топливе в мире. Это природный сжиженный газ. Компания – круизная компания, которая уже не раз получала различные награды за свою работу в сохранении окружающей среды. И поэтому Коста Смиральда с новой разработкой будет первым зеленым лайнером, который практически загрязняет окружающую среду. Название лайнера дано в честь изумрудного побережья, которое так и называется, побережье Коста Смиральда, которое находится на севере Сардинии, в Средиземном море и широко известно как одно из самых красивых и известных мест в мире. Поэтому мы надеемся, что наша Коста Смиральда будет так же впечатлять наших гостей, как и побережье Коста Смиральда. Я хотела бы показать вам короткое видео, с которого я начну уже свой более детальный рассказ о нашем лайнере. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, я надеюсь, что видео проигрывалось, и вы его видели. Для тех, кто не видел видео, в двух словах расскажу, что в данном видео были представлены, помимо видов самой Коста-Смиральды, виды итальянских городов, известных во всём мире, всем, наверное, знакомым. И именно эти места воодушевляли нас на создание нашей Коста-Смиральды, потому что Коста-Смиральда — это будет Италия в миниатюре. Вы познакомитесь со всеми известными уголками Италии, побывав на нашем круизном ланде. Построен наш Коста-Смиральда на верфи Финляндии, зарегистрировано также под итальянским флагом, как и все наши остальные корабли. Длина Коста-Смиральды будет составлять 337 метров, для такой визуализации пространства — это более много футбольных полей. Количество палуб — 22, из них 17 используются гостями. Остальные палубы наверху — технические палубы, где находятся дополнительные средства локации, например. Лайнер будет вмещать на себе более 2,5 тысяч кают, в которых при полной загрузке мы сможем разместить более 6,5 тысяч пассажиров. И это будет первый, самый большой круизный лайнер европейских круизных компаний. Некоторые особенности нашего круизного лайнера. Ну, как я уже сказала, это будет самый длинный лайнер во флоте Коста. Он будет на 32 метра больше, чем Коста-Диадема. При этом Коста-Смиральда будет самым зеленым круизным лайнером и не только во флоте Коста, но и среди всех круизных кораблей в мире. Как я уже говорила, Коста-Смиральда — это Италия в миниатюре. Поэтому, конечно же, на борту нашего круизного лайнера вы найдете колизей. Вы найдете площадь Испании с мощенными улицами, с фонтанами, с статуями, с деревьями. Вы найдете район Траст-Эвера, исторический район в центре Рима с барами, ресторанами, с площадями, где можно прогуляться. На борту Коста-Смиральда будет 11 ресторанов, из которых 4 входят в стоимость. И остальные рестораны — это рестораны, которые можно назвать дополнительно. Напомню, что компания Коста, как итальянская круизная компания, работает с самыми популярными итальянскими брендами. Поэтому, когда вы находитесь на борту Коста, вы захотите выпить чашечку кофе. Для вас всегда будет предложено кофе «Илли», который считается одним из лучших кофей в Италии. Если вы захотите съесть пасту, вы всегда будете есть пасту «Борилла». Вина «Феррари» представлены на борту наших круизных лайнеров. И, конечно же, из 19 баров, которые будут на борту Коста-Смиральда, у нас с вами будет и опироль-шприц-бар, и компа, ребят. И, конечно же, кафе «Мороженое», которое предложит вам настоящее итальянское мороженое, которое мы так любим есть, посещая Италию. На борту Коста-Смиральда будет самсара, спа-салон. Напомню, наверное, один из фактов компании Коста. Компания Коста была первой круизной компанией, которая разместила спа на борту своего круизного лайнера. И теперь круизный лайнер имеет на борту спа-салон. Вот мы предлагаем нашу концепцию спа, которая называется «Самсара-спа». Конечно же, на борту будет 4 бассейна, у нас будет аквапарк, у нас будут мультиспортивные корты на борту. А вот для того, чтобы нашим гостям приятно было проводить вечера в то время, пока они не находятся в экскурсиях, мы разместили первый музей итальянского дизайна на корабле, который называется «Коды», о котором я вам сейчас тоже расскажу. Итак, на данном фото вы видите нашу площадь Испании, которая будет расположена на корме нашего лайнера с настоящими фонтанами, где можно посидеть и почувствовать итальянский дух, назовем это так. Каждая из палуб на нашем круизном лайнере будет названа в честь какого-то итальянского города. Поэтому прогуливаясь вдоль каждой палубы, а каждая палуба у нас будет стилизована под этот город, где вы найдете всякие известные места, которые характеризуют данный город. Итак, прогуливаясь по нашему круизному лайнеру, вы прогуляетесь по всей Италии. Напомню вам, что стандартным размещением у компании Коста являются каюты внутренние, каюты с окнами, каюты с балконами и сьюты. Напомню о том, что на круизном лайнере нет кают, которые бы находились ниже водерлинии. То есть ширина круизного лайнера позволяет внутри по высоте всего лайнера расположить каюты внутренние, а снаружи расположить каюты с окнами и каюты с балконами. Вот на лайнере Коста-Смиральда мы добавляем еще одну категорию кают, которая будет называться кают из террасы. Если вы видели видео, вы видели план одной из кают, которая имеет внутри такое специальное пространство – зимний сад. Благодаря прозрачным дверям ее можно расширить как для площади каюты, так и для площади вашего балкона. Всего 106 кают будет на борту Коста-Смиральда кают с террасой. При этом всего на борту будет 1522 каюты с балконом, а это делает наш лайнер Коста-Смиральда самым большим по соотношению кают с балконами. Дело в том, что это важно для нашего рынка особенно, так как самым популярным размещением среди наших туристов остаются каюты с балконами. То есть не каюты внутренние, которые, конечно же, привлекают своей ценой, а именно каюты с балконом, потому что, так как моря находятся от нас достаточно далеко, конечно же, нам необходим балкон, который позволяет нам быть ближе к морю, дышать морским воздухом и наслаждаться вечерами на балконе своей каюты. Итак, каюты с террасой сейчас представлены у нас с вами на слайде с дополнительным пространством, зимним садом, который можно превращать либо в балкон, либо в каюту. Несколько фотографий видов каюты. Вы можете обратить внимание на то, что дизайн нашего лайнера будет абсолютно не похож ни на один лайнер компании «Пост». Сейчас перед вами каюта с балконом. По этой каюте можно сразу определить, что эта каюта у нас находится на палубе Милана, так как в каждой каюте у нас с вами будет вот возле телевизора размещена такая картина, панель с одним из известных видов того города, на палубе которой вы и находитесь. Поэтому вы всегда будете находиться окруженной Италией. Следующая каюта у нас на палубе Рим. Каюта с окном. Сьюты. Ванны. В некоторых сьютах у нас будут ванны с панорамным видом на море. И внутренняя каюта. Так сердцем нашего круизного лайнера «Коста Смиральда» станет, конечно же, Колизей. Он будет располагаться на трех палубах с особыми виртуальными эффектами, благодаря экранам на стенах и куполе, которые позволяют создавать историю каждый день. То есть в течение дня вы сможете встретить рассвет, закат или провести во время, в дневное время, выпить чашечку кофе на площади, первый день круиза, например, на площади Сан-Марково, второй день круиза возле дома. И так вы будете, то есть наши спецэффекты будут создавать присутствие вас в каком-либо известном городе Италии. Вокруг нашего Колизея будут расположены главные тематические бары, где можно выпить вино Феррари или Кампуари, наслаждаясь видами моря через панорамные окна. Вот наш Колизей, когда вы находитесь вот на площади дома в Милане, пьете сок. А вечером данный Колизей будет превращаться в место для специальных шоу, то есть вот эти экраны будут создавать эффект присутствия во время того шоу, которое будет происходить. Ко-де-музей расшифровывается как Коста-дизайн. Музей дизайна Адама Тихони, который и является главным дизайнером нашей Коста-Смиральды под руководством Матео Верчетлони. Музей располагается на 400 квадратных метрах, и в нем вставлены итальянские достижения в дизайне, которые были использованы на борту Коста-Смиральда, либо были придуманы теми же дизайнерами, которые использовались в качестве дизайнеров для нашей Коста-Смиральды. Вы сможете... Этот музей будет интерактивный, можно будет ознакомиться с тем, с историей создания данных шедевров и так далее. А в конце будет располагаться книжный магазин, где можно будет приобрести какие-то сувениры на память. Итак, мы приглашаем вас на Коста-Смиральду, вас и ваших... И мы надеемся, что наш круизный лайнер будет интересен для вас и будет принят наша аудитория. А теперь мне хотелось бы перейдущей теме к золотым лайнерам, так как Коста-Смиральда у нас также станет золотым лайнером. Хотелось бы немножечко подробнее остановиться на том, что же такое золотые лайнеры компании Коста. Компания Коста работает на российском рынке с 2003 года. Конечно, в 2003 году для российского туриста круиз это было что-то небосягаемое и, наверное, только в мечтах. Сейчас же, конечно же, мы в течение этих 16 лет мы далеко шагнули вперед. Теперь практически каждый житель нашей страны может себе позволить отправиться в круиз. Но для того, чтобы отправиться в круиз, ему, конечно же, необходимо чувствовать себя комфортно на борту. Поэтому с 2003 года мы предлагали нашим туристам русскоязычное сопровождение на борту, которое бы помогало нашим гостям быстро и комфортно влиться в круизную жизнь, в жизнь лайнера. Наш русскоязычный сопровождающий обеспечивает следующие сервисы на борту. Это инфо-встреча в первый и последний день круиза, где все русскоязычные гости приглашаются в определенное место на лайнере, где русскоязычный сопровождающий знакомится с ними, представляет себя и рассказывает о том, о всех нюансах, которые будут происходить на борту, где зарегистрировать карту, как пойти поесть, где приобрести экскурсию, то есть все нюансы, которые потребуются туристам. А в предпоследний день круиза все туристы собираются на такую же инфо-встречу для того, чтобы услышать правила высадки с круизного лайнера. Так как современный круизный лайнер может вмещать около 6 тысяч круизных пассажиров, понятное дело, что во время посадки и высадки это нужно сделать очень быстро, разгрузить лайнер, загрузить его новыми туристами, поэтому нужно использовать некоторые моменты, которые важны и которые будут разъяснены на этих инфо-встречах. Также мы переводим программу дня на русский язык, которая доставляется в каиде туристам, и меню в ресторанах также переводится на русский язык. Напомню, что наша компания работает с очень известными итальянскими сейчас поварами, которые очень изощренно называют блюдо, поэтому перевод на русский язык дает возможность нам более правильно понять то, что же мы будем сейчас вкушать. Также русскоязычный сопровождающий делает объявления по громкой связи на русском языке и проводит ежедневную работу с нашими туристами, помогая им уже в каких-то деталях на бардак. В конце 2017 года мы начали проект, который называется «Золотые лайнеры». То есть мы решили еще больше усилить русскоязычный сервис на борту наших лайнеров. Мы выбрали четыре самых популярных направления среди российских туристов и расширили на них сервис. Что мы сделали дополнительно? То есть я забыла сказать о том, что из 14 наших круизных лайнеров на 10 лайнерах есть русскоязычный сопровождающий. То есть в каждое направление на наших круизных лайнерах можно найти круиз с русскоязычным сопровождением. Кроме Южной Америки, которая не работает с русскоязычным сопровождением, я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. То есть круизы по Японии, круизы по Карибам, круизы по Индийскому океану, круизы на Мальдивы, фьорды, Средиземноморье, обсюду можно найти круизы с русскоязычным сервисом, который предоставляется сотрудникам компании КОСТА, и осуществляет работу со всеми русскоязычными туристами по стандартам компании КОСТА. На золотых лайнерах, которых у нас в этом году 4, мы добавляем следующие сервисы. Мы расширяем количество русскоязычного персонала на борту. То есть практически во всех сервисах, во всех зонах лайнера вы сможете найти русскоязычного человека из персонала. Мы добавляем русскоязычного аниматора, который будет работать с детьми в детском клубе. Напоминаю, что у компании КОСТА дети до 18 лет в каюте с двумя взрослыми, путешествуют бесплатно, оплачивая только портовые сборы. На борту каждого нашего круизного лайнера есть детские клубы, участие в которых детей бесплатно. На золотых лайнерах у нас есть русскоязычные аниматоры, которые будут работать с вашими детьми, и вы сможете оставлять ваших детей еще на более продолжительное время, когда их и покормят, и позанимаются с ними. То есть дети будут находиться в очень комфортной обстановке. Мы учитываем предпочтение русских гостей на борту в еде и развлекательной программе. На борту наших золотых лайнеров вы найдете вечером есть какие-нибудь русские песни. Ну и вообще теперь русскоязычным туристам будет еще понятнее наша развлекательная программа. Вы найдете блюда русской кухни на борту, у нас. Также для гостей, которые приобрели круизы по тарифу базовой, о котором я сейчас тоже вкратко расскажу о наших тарифах, будет очень важно, что мы специально для российских туристов сделали расширенную работу «Кофе и чай станции». В каюте у нас русскоязычные телевизионные каналы, программы «Дня на русском языке» и русскоязычные экскурсии вне зависимости от набора группы гарантируются на золотых лайнерах. При этом мы предоставляем специальную стоимость. Например, забронировать экскурсии по Средиземному морю можно за 69 евро за две экскурсии. По Персидскому заливу – это 79 евро, по столицам Балтики – это 119 евро, то есть экономия порядка 40% от стоимости экскурсии, которые можно приобрести на борту. Итак, несколько вопросов. Из 14 лайнеров сколько русскоязычных? Из 14 лайнеров у нас на 10 лайнерах есть русскоязычный охождающий, и 4 из них являются золотыми лайнерами. После того, как Коста Смиральда будет спущена на воду, Коста Смиральда станет пятым золотым лайнером с расширенным русскоязычным сервисом. Коллеги, я так понимаю, что меня плохо слышно. Так, существуют косты программы лояльности, скидки при бронировании по картам других круизных компаний. Да, у нас есть программа лояльности, как называется, Коста Клаб. Вступить в нее можно, побывав один раз на нашем круизе, то есть приобретя круиз. Вы зарабатываете, вы получаете баллы за бронирование круиза, за траты на борту, и эти баллы, накопленные баллы, переходят вас на новый урок, по которому вы получаете дополнительные привилегии. Помимо финансовых привилегий, таких как скидки при бронировании, либо бортовые кредиты, которые добавляются на счет компаний, на счет туристов, будут еще дополнительные привилегии, такие как, например, бутылка вина в каюту, либо посадка в нем в очереди рваться столов в альтернативных ресторанах, то есть вот такие дополнительные привилегии. По картам других круизных компаний мы не предоставляем привилегии, то есть для того, чтобы получить привилегию, у нас нужно быть членом клуба. Следующий вопрос. Подскажите, почему туристам, которые приобрели два подряд на одном лагере, нельзя остаться на борту после завершения первого круиза? Вы знаете, здесь, я думаю, нужно будет разобраться в индивидуальном порядке. Я думаю, что мы сейчас с вами говорим о круизах из Санкт-Петербурга, в которых есть разрыв в одни сутки, потому что если туристы берут другие направления, и в два круиза подряд им не нужно сходить в лайнеры, они просто переходят в другую каюту. Либо если у них забронирован тот же номер каюты, они остаются там же. Если мы говорим о круизах из Санкт-Петербурга, здесь возникает некоторая сложность, потому что здесь есть разрыв в круизах в один день. Так, 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 все, вопросов пока больше нету, поэтому если возникают вопросы, задавайте, тогда идемте дальше. Итак, золотые лайнеры в 2019 году у компании Коста. Это лайнер Коста Диадема, который круглогодично оперирует на море. Лайнер Коста Медитерания, который у нас ходил по Персидскому заливу. Лайнер Коста Мэджика, который ходит по круизам из Санкт-Петербурга в течение летнего сезона. Коста Фортуна, которая была золотым лайнером в Юго-Восточной Азии в круизах из Сингапура, а теперь отправляется в Средиземное лето и продолжает быть в статусе золотого лайнера в Средиземном море в круизах из Генуя. И с ноября к нам присоединяется в золотые лайнеры Коста Смиральда, которая будет ходить по Средиземному морю, а Коста Диадема в золотом статусе отправляется в круизы по Персидскому заливу. Ниже приведены направления с русскоязычными сезонами, которые также... Вот был вопрос, да сколько лайнеров с русскоязычным сервисом, вот направления и перечисленные лайнеры, которые будут осуществлять русскоязычное сопровождение у компании Коста. С 2018 года компания Коста перешла на предоставление своих круизов по тарифам. Это сделано для того, чтобы, наверное, облегчить выбор, облегчить понимание круиза и того, сколько чего будет потрачено на боту. Если разобраться в этих тарифах, то становится все очень просто и понятно. У нас есть тариф базовый. Тариф, который предлагает самую низкую стоимость. Тариф базовый у нас включено проживание, питание, развлечение, не включены напитки. Для тарифа базовый у нас включены только напитки во время завтрака, а все остальные напитки за дополнительную плату. Возвращаясь к нашим золотым лайнерам, обращаю внимание на то, что у нас на золотых лайнерах есть расширенная работа кофе и чай станции, когда в течение дня туристы на золотом лайнере могут подойти и сделать себе чай и кофе бесплатно. Все остальные напитки за дополнительную плату. Тариф комфорт предлагается для тех, кто хочет, чтобы ему в стоимость уже включили напитки. Причем мы делим тариф комфорт на две категории. Тариф комфорт классик для тех, кому достаточно иметь включенные напитки во время обеда и ужина. И такой тариф комфорт премиум для тех, кому необходимы включенные напитки в течение всего дня. По тарифу базовый, по тарифу комфорт, можно приобрести любую категорию каюты. Внутреннюю, с окном, либо с балконом. Третий тариф, тариф делюкс, это на самом деле тот же тариф комфорт, только для сьютов. Итак, по пакетам напитков, которые включаются в тариф комфорт. Тариф комфорт классик включает в себя пакет напитков France & Vienna, которые включают выбор неограниченного числа алкогольных и безалкогольных напитков по бокалам в ресторанах и буфете во время обеда и ужина. Комфорт премиум включает в себя выбор неограниченного числа алкогольных и безалкогольных напитков по бокалам в ресторанах, в буфете и барах в течение всего дня. Для тарифа делюкс, для сьютов, также в течение всего дня дус, мини-бар в каюте. Распространяются на напитки стоимостью до 9 евро за бокал. То есть вы не сможете приобрести, взять включенную стоимость бутылку вина, но вы можете взять 10-15 бокалов того же вина, просто по бокалам. Тариф следующее, если по тарифам у нас вопросов не осталось, тогда переходим к следующей теме, которая называется пакет круиз плюс перелет от компании Коста. Сейчас компания Коста, как туроператор Италии, очень давно и успешно работает с данным видом предложений, когда мы предлагаем вместе с нашими круизами перелеты. Но для российского рынка мы предлагаем данную стогу впервые. Итак, Средиземное море, золотой лайнер Коста Диадема в течение лета с апреля по сентябрь можно приобрести вместе с регулярным перелетом до Генуи компании S7. Для этого желания в зимний период можно приобрести круиз с перелетом регулярного рейса аэрофлота до Дубая. В чем преимущество для агента? В данном случае агент получает комиссию не только с круиза, но и с перелета. Мы всегда включаем в наш пакет групповой трансфер. То есть в данном случае при бронировании круиз-перелет в Коста вы получаете перелет, групповой трансфер от аэропорта до порта, круиз, групповой трансфер в аэропорт и обратно. Авиаперелет можно добавить к круизу в любое время, как в момент бронирования. То есть когда вы бронируете, вы сразу можете добавить этот перелет, либо после, допустим, у вас уже забронированы круизы на Коста-Диадема, вы можете сейчас зайти и добронировать эти перелеты, перелеты по специальным выгодным ценам, так как это блочные места. Перелет можно добавить к любому тарифу. Базовый, комфорт, люкс, добавляется к любому тарифу. Как забронировать? Если вы, агенты, которые работаете в нашей системе онлайн бронирования Коста-Экстра, там вы можете сделать это все самостоятельно. То есть вам система самостоятельно даст данные перелеты забронировать и поставить это все на опцию. Если же вы не работаете в нашей системе Коста-Экстра, тогда вы можете обратиться к любому туроператору, через которого вы заказываете круизы, через которого вы работаете с нами, и они добронируют вам самостоятельно этот перелет. Но в нашем пакете основная выгода даже не для агента, от которого, собственно говоря, пропадают все риски в данном случае, но преимущество, огромное преимущество имеет турист. И первое преимущество и самое главное в том, что Коста защищает ваш круиз. В случае отмены или задержки рейсов по любым причинам, Коста берет на себя все обязательства по доставке туриста на лайнер посредством бронирования новых билетов без каких-либо доплат со стороны туриста. То есть, если вы приобретаете круиз и дополнительно где-либо отдельно приобретаете для перелетов для туриста, либо турист сам приобретает перелет и оказывается, что рейс задерживается или что-то происходит, лайнер отправляется по расписанию, он никого никогда не ждет, поэтому туристу придется за свой счет догонять лайнер в следующем порту либо через порт, в зависимости от направления круиза. В данном случае, если вы приобретаете пакет круиз с перелета в компании Коста, это значит, что в случае каких-либо таких вот сложностей, мы за свой счет приобретем туристу новые билеты и отправим его в круиз. При этом информационная поддержка туристов на русском языке, 24 на 7, то есть в каждом круизной будет дан русский номер российский, на который можно будет позвонить в случае, если что-то случается, и на русском языке объяснить свою проблему и получить консультацию. Также русскоязычное сопровождение в аэропорту вылета, то есть если это Домодедово, уже в Домодедово будет наш представитель, который будет помогать там нашим туристам зарегистрироваться на рейс. Ну и такой приятный бонус, все наши туристы уже зарегистрированы на рейс заранее, то есть Коста сама регистрирует своих туристов на рейс. То есть пребывая в аэропорту, у вас уже будет онлайн-регистрация на борт. Компания Коста, компания, которая делает очень много для русификации своих круизных лайнеров, добавляет все больше и больше русифицированных сервисов на борт, но это не единственное, так как помимо работы с клиентами, компания Коста работает и с агентами. Поэтому компания Коста – единственная круизная компания, которая имеет русскоязычного представителя в России, который говорит по-русски, и это я, ко мне можно обращаться с любыми вопросами, касающимися каких-то маркетинговой поддержки нашего продукта. Продажи прямые мы не ведем, все продажи идут только через наших представителей, через наших уполномоченных агентов, но при этом мы русифицировали систему онлайн-бронирования Коста-Экстра. Если вы самостоятельный агент, если вы самостоятельно уже разбираетесь в круизах, вы можете позапросить у вашего туроператора, с которым вы работаете, пароль, логин и пароль для входа в систему Коста-Экстра и бронировать здесь круизы уже, круизы Коста самостоятельно. Система русифицирована. В этой системе добавлены разделы, такие как новости, например, которые позволяют вам всегда быть в курсе всех новостей, распродаж акций, изменения, каких-либо изменений в нашей компании. Также раздел «Библиотека», где можно скачать все необходимые дополнительные материалы, касающиеся нашей компании. И раздел «Коста-Академия», где можно пройти в тестовой форме обучение нашему продукту и стать экспертом по нашему продукту. И сейчас мы проводим специальную акцию. Самые активные агенты, которые будут активно пользоваться Коста-Экстра, читать новости, пройдут обучение в «Коста-Академии», получат круиз на «Коста-Смиральде». То есть его можно выиграть, просто используя нашу систему «Коста-Экстра». Кроме того, конечно же, если вы не продавали круизы заранее, очень важно, очень полезно для того, чтобы начать круизы самому побывать в круизе и прочувствовать этот продукт и понять, что мы продаем туристу. Поэтому мы в этом году проводим две «Коста-Академии» на борту наших круизных лайнеров. Так, вопрос. ТО предоставит свои пароли? ТО, туроператор предоставляет вам ваши пароли для входа в «Коста-Экстра». То есть вам просто необходимо запросить пароль у оператора. Итак, «Коста-Сэлс-Академия» проводится на борту «Коста-Мэшики». Проводится два раза в год. Первый круиз у нас, круиз для агентов, который пройдет с 18 мая по 21 мая, а второй с 28 августа по 31 августа. Когда мы приглашаем на борт наших агентов, конечно, на борту вы сможете почувствовать себя туристом. Вы сходите с нами на русскоязычную экскурсию. Лайнер «Коста-Мэджика» является им-лайнером, поэтому вы оцените наш золотой сервис. Вы испробуете нашу кухню, почувствуете наше гостеприимство. И параллельно в течение этого круиза вы прослушаете серию семинаров, уже более детальных о нашем продукте, как работать, научим работать с «Коста-Экстра» и с другими нашими сервисами. Стоимость участия – 100 евро за агента. Дополнительно оплачиваются перелет и виза. Для того, чтобы забронировать себе место в «Коста-Академии», вам также необходимо обратиться к вашему партнеру, к вашему туроператору, через которого вы работаете с нами, который забронирует вас в наш круиз. Буду всех вас рада видеть на борту. Начинается первый круиз из Стокгольма и прибывает в Санкт-Петербург. Второй круиз начинается из Санкт-Петербурга и прибывает в Стокгольм. Для того, чтобы… Если вы не можете отправиться с нами в круиз, если там не получается и так далее, мы сделали специальные три ролика по пять минут, которые называются «Виртуальный круиз на Коста-Диадема». Круиз от того, как турист входит в порт и до того момента, как он уже спускается в последний день с лайнера, который очень быстро рассказывает о том, о всей жизни на борту. То есть этот ролик, этот виртуальный круиз будет очень полезен вам, как агентам для того, чтобы понять, как живет Коста. И также его можно показывать туристам, которые отправляются в круиз впервые, для того, чтобы они уже более быстро ориентировались на наших лайнерах. Для того, чтобы получить данное видео, также необходимо обратиться к туроператору, который вам его и направит. Ссылки для скачивания этих видеороликов. Мы проводим региональные семинары совместно с нашими партнерами, с нашими туроператорами, поэтому вы можете смотреть на сайтах наших туроператоров расписание региональных семинаров и познакомиться с нами поближе. Мы проводим вебинары. Также у нас есть обучающие проекты, в частности, с компанией Profit Travel, где можно изучить Коста Смиральду, можно поиграть с нами в Коста Гейм, пройти тестирование и выиграть бесплатное место на Коста Академии. Вот поэтому я вас еще раз приглашаю к нам в круизы. Я надеюсь, что вы полюбите круизы Коста так, как любим их мы. Еще раз я благодарю вас за внимание, за то, что вы нашли время для нашего семинара и буду рада вас видеть на семинарах, на вебинарах, либо на нашей Академии, а лучше всего на нашей Коста Смиральда для инаугурации нашего лагера. Теперь несколько ответов. Так, сейчас попробуем найти. В системе Коста Экстра можно поставить каюту на депозит, если начало круиза примерно через год и оплатить в определенное время до начала круиза. Что касается работы Коста Экстра. В Коста Экстра вы можете ставить круизы на опцию. То есть, в зависимости от тарифа, например, для тарифа базовой опция может ставиться сроком до суток, для тарифа комфорт – до недели. То есть вы ставите эту каюту на опцию, каюта забирается из системы, и далее вы должны внести депозит. Если депозит внесен, каюта переводится в статус «забронированный». Если депозит не внесен, тогда каюта аннулируется без штрафов. Это возможно вне зависимости от тороператора бронирование в системе Коста Экстра компании Коста. Если вопросов больше нет, тогда я еще раз вас благодарю за внимание. Всего хорошего, удачных вам продаж. До свидания. Продолжение следует...